Всем здоровы, в этом выпуске я вам расскажу самые актуальные новости на данный момент, так что парни, как всегда лайкай и мы начинаем. Ну а спонсором этого выпуска является канал 1xbet. Они знают о спорте всё и могут научить тебя многому, поэтому подписывайся на их канал. Топовый средневес UFC Израиля Десанья, который совсем скоро поддерётся за временный титул, сравнил своё быстрое восхождение к титульнику с подобным восхождением Конора Макгрегора. Что касается Конора, то что я действительно оценил в нём и что действительно вдохновило меня, это его любовь к боям. Бои это не просто деньги, продажи, трансляции, новые рекорды рейтингов и прочее. Я не очень хорошо знаю этого парня, я могу сказать потому, что я вижу в последнее время, потому как он публикует свои видео тренировок. Он возвращается к тому же самому образу мыслей. Мы воины, мы гладиаторы, мы современные чертовски крутые парни. В комнату входит боец и люди такие, ооо, потому что каждый хочет быть крутым парнем. И так, я чувствую, что он возвращается к тому образу мышления молодого Конора, который любил драться и разбивать всех. Макгрегор в своём собственном путешествии, я в своём собственном путешествии. В этом красота этого вида спорта. Я просто хочу драться и чтобы меня запомнили как лучшего, кто боролся со всеми подряд и побеждал их. Тогда деньги, цифры, рекорды сами придут ко мне. Саид Нурмагомедов узнал имя нового соперника в UFC и им станет бразильц Раони Барселос. Бой пройдёт 11 мая и что о нём известно? Ему 33 года, его рекорд 13-1 и он неплохой ударник. И в UFC идёт на серии из двух побед. Ну а Саид имеет абсолютно такой же рекорд и также идёт на серии из двух побед в UFC. И, кстати, эта победа вполне может и опыт толкнуть в топ-15. Так что ждём и болеем за нашего бойца. Стала известна причина плохого выступления Деррика Льюиса на последнем турнире UFC против Досантоса. Всё дело в травме. По информации западной журналистки Хеллен Йи, Деррик Льюис вышел на поединок с серьёзно травмированным коленом. Я говорил с людьми из команды Деррика Льюиса и мне сказали, что он вышел на бой с порванным мениском, а также с повреждённой передней крестообразной и медиальной коллекториальной связками. Но Льюис отказался сниматься с поединка, поэтому в перерывы после первого рамда его попросили завершить бой досрочно. Проблема была не только в ударе в брюшную полость, но и в травмированном колене, рассказала журналистка. Ну а я отмечу, что Деррик Льюис потерпел уже второе поражение подряд. Кстати, также стали известны зарплаты бойцов на этом турнире. Джуниор Дос Сантос заработал 465 тысяч долларов. Ну а Деррик Льюис – 205. Хабиб Нурмагомедов вдохновил архитекторов на проектировании уникального спортивного комплекса, который называется Хабиб-арена. Команду художников поразили упорство и желание бойца доказать своё превосходство всему миру. А главное то, как спортсмен сотворил из мужского головного убора народов Кавказа, узнавая ему символ и его родины и победы. Они превратили здание в гигантскую папаху. По задумке комплекс вместит 7 тысяч зрителей и кроме ринга включит тренировочные залы, парк, гостиницу и музеи, выдающихся спортсменов Дагестана. А боковые части подчеркивают неразрывную связь папахи с буркой, которая, по замечанию архитектора, защищала от непогоды у предков народа Кавказа. Ночью здание будет подсвечиваться и выглядеть как парящий орел. Вот только местные красоту не оценили. Мы показали проект инвесторам из Дагестана. Им понравился, но местным, как мы судим по откликам, не очень. Конечно, мы видим его воплощение на родине Нурмагомедова, но он не привязан к республике, поэтому арена может появиться в другом месте, даже как цирк или концертный зал. А не прогнулся спорткомплекс в большинстве по одной причине. Жители Дагестана в один голос заявляют, что у республики надо развивать не спорт, а более важные направления – образование, медицину. А помнитесь, Дагестан должен показать, что кроме кулаков у наших ребят есть и мозги, говорят местные. Хабиб, кстати, пока никак не комментирует создание этой арены у себя на родине. Пишите, что думаете, как вам внешний вид стадиона. Ну и напоследок. Сирона жалуется на Конора Макгрегора и рассказал, по какой именно причине их поединок так и не состоялся. Конора не будет драться, если это не главное событие, – рассказал Сирона. В общем, Сирона бомбит. Но тут мне кажется, что дело совсем в другом, и Конору предложили бой с Тони. Об этом намекал и Дану Уайт, ну а Сироне, похоже, придется встретиться с Эквинтой. Все так же по словам Уайта. Ну а с вами был MMA Today. Подписывайся на канал. Пока.